Привет, друзья! В сегодняшнем обзоре речь пойдет о недорогих ТВС-наушниках компании E-Way, которые называются T26 и стоят всего около 16-17 долларов. Напомню, что компания E-Way в основном сосредоточена на выпуске недорогих решений, используя для своих моделей множество разных форм-факторов для того, чтобы привлечь к своей продукции как можно больше потенциальных покупателей. T26 относительно свежая модель компании, которая, как вы можете это видеть, поставляется в фирменной коробке, где, как всегда, доминирует три цвета – желтый, черный и серый. Эти ребята не поленились в буквальном смысле и списали ее всевозможными характеристиками модели и ее возможностями. Давайте сейчас по традиции пройдемся по характеристикам, а уже после перейдем к комплекту и разбору полетов. Версия Bluetooth 5.0. Поддерживаются кодеки SBC-AEC. Емкость аккумулятора док-станции равна 600 мАч. Емкость аккумуляторов наушников равна 35 мАч. На полную зарядку наушников уходит 60 минут. Время в режиме разговора – 3,5 часа. Время в режиме воспроизведения – 3 часа. Дальность приема – до 10 метров. Есть защита от влаги по стандарту IPX4. Управление сенсорное. Излучатель используется динамический, диаметр которого равен 13 мм. Чувствительность 96 ±3 дБ. Импеданс 16 Ом ±10%. Диапазон частот – 20 Гц, 20 кГц. А теперь давайте посмотрим, что положили в комплект. Микро-USB кабель для зарядки наушников. Вернее бокса. Самый обычный. Плоский. В виде лапшички. И сами наушники в боксе. И, конечно же, мануал, про который я чуть было не забыл. Вот и весь комплект, ребята. Наши наушники AirPods-образные, поэтому и чехол. Бокс для них имеет характерную форму. Он достаточно легок и компактен, поэтому с легкостью помещается практически в любых карманах. Джинс, шорт и курток, если вы, конечно, не носите только одни колготки. Изготовлен он из обычного глянцевого пластика, который, конечно, уж очень здорово, друзья. Собирает на своей поверхности разную грязь, которую потом, кстати, не так-то легко и оттереть. Оформление незамысловатое. Спереди нанесен логотип компании. Снизу самый обычный micro-USB разъем. И рядом маленький светодиодный индикатор. Крышка здесь на магните. И она имеет небольшой люфт, как в закрытом, так, к сожалению, и в раскрытом состоянии. Но, я думаю, ничего страшного в этом нет. Внутри видим только магнитные зарядные отсеки с клеммами на самом дне. И рядом с каждым из них есть разметка канала. Тратить на описание внешнего вида самих наушников смысла я, друзья, не вижу абсолютно никакого. Так как это типовые клюшки, изготовленные, ко всему прочему, из такого же глянцевого пластика, как и сам бокс. Внешняя сторона сенсорная. С ее помощью и обеспечивается управление наушниками. Здесь же видим отверстие микрофона, совмещенное с постоянно мигающими светодиодными индикаторами. Я вот не понимаю никак, почему нельзя отверстие микрофона вынести в самый низ. Я думаю, было бы гораздо интереснее, было бы лучше слышно. Собеседникам меня. Так, на внутренней стороне видим только обозначение канала. Ну и отверстие звуководов, прикрытое обычной металлической сеткой. Снизу, как я их называю, ножик, ну или пусть отростков, видим по две зарядных клеммы. В ушах такие наушники у подавляющего большинства, насколько я знаю, сидят исключительно хорошо. Что следующими кадрами подтверждаю я и, конечно, наш непревзойденный эксперт в этой области Наташа. Лишний раз про сопряжение этих наушников со смартфоном я говорить бы, конечно, не хотел, чтобы не тратить время. Но, коль заговорил, давайте уж покажу вам, как это делается. Хотя, процедура очень стандартная и всем знакомая. Первым делом извлекаем наушники из кейса, ждем, пока они между собой соединятся. Буквально несколько секунд. Вот, загорелся зеленый индикатор, значит, они соединились. Теперь в списке найденных устройств на смартфоне находим наши E-Way T26 и жмем на них. Здесь жмем «Принять». Все, наушники соединились со смартфоном, используя кодек SBC. Все очень просто, друзья. Управляются наушники, как я вам говорил уже в самом начале, с помощью сенсора. Один тап по правому или левому наушнику – это плей-пауза, ответ на звонок и завершение разговора. Двойной – следующий или предыдущий трек. Тройной – вызов голосового помощника. И удержание пальца больше трех секунд на правом – повышает громкость, на левом – понижает. Бьют наушники честно на заявленные 8-10 метров, если нет никаких препятствий. Ну, еще могут похвастаться стабильной связью между собой и смартфоном. При разговорах слышимость неплохая, во всяком случае, я абонентов слышу чаще всего нормально. Абоненты говорят, что меня тоже неплохо слышат, но иногда уточняют, что с этаким небольшим эхо, или будто я постоянно звоню с ванной комнаты. Ну, что уж тут поделаешь, если офис у меня находится в ванной комнате. Отставание при просмотре потокового видео и в играх есть, но оно настолько незначительное, друзья, что на это практически не обращаешь никакого внимания. Ну, и еще можно, конечно, эти наушники использовать по отдельности в качестве моногарнитуры. Ну, и осталось мне, друзья, рассказать вам сегодня только про звук этих наушников, и мы с вами будем свободны. Ну, и, в общем-то, звук к этим наушникам, друзья, прикрутили в качестве дополнения, или, я считаю, в качестве довеска ко всему остальному. Слушать них нормально можно разве что на электронную музыку, какие-то несложные джазовые композиции, ну и, конечно, электронные книги. Бас здесь вполне мощный, он глубокий и даже обширный, но, не имея особого контроля, чаще получается смазанным и нескрытым таким гулким, и тем самым задвигает то, что звучит на средних и высоких частотах заметно на второй план. Средние простенькие, монолитные детальками и разделением, конечно, похвастаться не могут, особенно в быстрых жанрах, где все основное уже начинает заметно перемешиваться между собой. Так что быстрые роковые композиции не для них. Высокие частоты получили, к сожалению, самые заметные беспроводные ограничения, поэтому можно считать, что здесь есть просто намек на высокие, ну или они существуют здесь только в качестве самых низких. Опять же, в каком-то незамысловатом джазе бывает удар по тарелочкам ощутим вполне нормально. В общем, не стоит ждать чудес от этих наушников, и я хочу назвать их просто удобным и фоновым помощником, ну или спутником, но не более. Подойдут в первую очередь для нетребовательных людей, которым важно первым делом, в первую очередь, фоновое звучание и ничего более. Сравнить наушники Huawei T26 мне захотелось сегодня с беспроводными, с новыми беспроводными наушниками от KSZ, которые, если помните, у нас совсем недавно были и назывались они S1. Хотя, может быть, не совсем справедливо, так как эти наушники имеют динамическую схему, а те все-таки имели гибридную, но зато имеют схожую цену. Ну и, конечно, друзья, что уж тут говорить. Наушники от KSZ очень сильно выигрывают эти наушники по качеству звука. Там были более контролируемые низкие частоты, бас там был более четкий, там были более детальные и чистые средние частоты, и лучше обозначенные и детальные высокие. На сегодня, друзья, у меня все. Я благодарен вам за то, что вы выслушали мое субъективное мнение об этих наушниках. Купить при желании их можно в официальном магазине на Алиэкспресс, а все необходимые ссылки, как всегда, будут ждать вас в описании. Все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok